Пожалуй, самый популярный комментарий под моими видео на данный момент это комментарий под теми видео, где я использую сайт Desmos. Все спрашивают, что это за сайт, что это за приложение. Поэтому я решил снять короткое видео, в котором буду показывать, как делается анимация в Desmos. Desmos очень крутая штука. Можно делать разные очень интересные анимации. Например, вот такую. Показываем связь синуса и чистого вращения. Или вот такую. Здесь я сделал выстрел из пушки и движение снаряда по параболе. Или, например, вот такую, где лыжник катается с горки. Здесь интересно то, что изображение лыжника меняет свой угол наклона в зависимости от того, на каком наклоне на горке он находится. Можно строить всякую красоту в полярных координатах. Можно строить всякие периодические вещи. Шахматную доску, вот эту раскраску. Ну и, естественно, как я часто делаю на своем канале, можно просто показывать решение задач с параметром. Вот это, например, задача с параметром, где есть ромб, парабола. Это задача какого-то 2000, по-моему, 17-го года. А вообще для тех, кто максимально заинтересован в теме, конечно же, прежде всего, это учителя и репетиторы. Также, я думаю, всем 11-ти классникам, сдающим ЕГЭ и решающим задач с параметром, тоже будет очень интересно. Я записал курс по основам Desmos на степике. Это очень короткий курс. Здесь всего 50 минут видео. Он стоит денег, но для первых 100 учащихся я делаю максимальную скидку 83%. И теперь курс доступен по цене 100 рублей всего лишь. Как видите, места уже заняты. Чтобы получить скидку, нужно будет просто перейти по ссылке в описании, и там автоматически будет введен промокод на эту скидку. А сейчас давайте посмотрим, как в Desmos делается анимация. Чтобы продемонстрировать работу в Desmos, я решил показать вам, как сделать анимацию солнечной системы. То есть у нас будет солнце, вокруг которого крутится Земля, и вокруг которой, в свою очередь, крутится Луна вместе с Землей. И это крутая анимация, чтобы потренировать тригонометрию. Давайте начнем с простого примитивного. Просто построим уравнение окружности x² плюс y². И я хочу, чтобы у окружности был радиус 10. У нас будет вот такая окружность. Немножечко отдалимся, чтобы ее было лучше видно. И теперь мне нужно задать какую-то точку, которая будет по этой окружности двигаться. То есть у нас пока просто орбитой Земли будет окружность, по ней будет, собственно, какая-то точка кружиться. Вот так вот это будет наша модель Земли. Точка задается через координаты в круглых скобках. Координаты разделяются запятой. И сюда я введу cos a, sin a. Давайте разберемся, что произошло. Во-первых, Desmos автоматически добавляет параметры. Он называет это ползунок или слайдер по-английски. И в зависимости от значения параметра у нас будут меняться, соответственно, координаты этой точки. И посмотрите, если я сейчас подвигаю этот слайдер, то у меня точка будет крутиться вокруг начала координат. Почему так выходит? Ну, потому что координаты cos a, sin a при подстановке их вот в такое вот уравнение окружности x² плюс y² равно 1, всегда будут давать 1. То есть, собственно, подходить как решение этого уравнения. А это значит, что любая точка с такой координаты будет находиться на такой окружности радиуса 1. По сути, я сейчас просто проговорил вам определение синуса и косинуса на единичной тригонометрической окружности. Но мы ведь хотим, чтобы точка двигалась по окружности радиуса 10, поэтому и координаты у нас будут 10 cos a, 10 sin a. И тогда в зависимости от значений параметра a у нас точка будет крутиться по этой окружности. Давайте цвет точки изменим на более заметный и уменьшим скорость движения точки. И, пожалуй, уберем сетку. Отлично, теперь у нас точка, которая движется по окружности. Давайте сделаем так, чтобы она всегда двигалась лишь в одну сторону. И я хочу завести вторую точку, которая будет двигаться вокруг этой первой точки. Для этого мне нужен будет второй параметр. Давайте начнем с того же самого cos b, sin b, как координаты точки. И у меня появляется еще одна точка, которая движется, опять же, вокруг начала координат. Сделаем, чтобы движение всегда было в одну сторону. Сделаем, чтобы это движение было значительно быстрее. И сменим цвет точки. Пожалуй, я точки еще и сделаю пожирнее. Здесь у нас будет размер 12, а здесь даже пусть все 16. Итак, как же мне сделать самое главное, чтобы вот эта зеленая точка не просто крутилась вокруг начала координат, а крутилась вокруг другой подвижной точки. То есть у нас будет сложное какое-то движение. На самом деле сделать это достаточно просто. И сейчас рекомендую поставить видео на паузу и подумать самостоятельно. Если вы догадались, как это сделать, пишите обязательно комментарии к этому видео. А я показываю, как это можно сделать. Итак, мы просто сложим координаты этой точки и этой точки. И запишем их как координаты, собственно, вот этой одной точки. У нас получится 10 косинусов а плюс косинус b и 10 синусов а плюс синус b. И тогда мы получаем, что зеленая точка действительно кружится вокруг голубой, которая в свою очередь кружится вокруг начала координат. Теперь давайте добавим правдоподобности. Во-первых, орбита Земли вокруг Солнца это не окружность, а эллипс. И нам надо эту окружность как-то сплющить. Чтобы сплющить окружность, можно добавить коэффициент перед, например, у квадратом. Давайте сделаем коэффициент 3 вторых. Все здорово, только теперь у нас Земля движется не вокруг этой орбиты. И нужно поменять ее координаты. Вот для того, чтобы сменилась траектория движения Земли, мы должны здесь добавить такой множитель, как корень из 2 третьих. Почему именно такой множитель? Рассуждаем так. Я должен сделать здесь такую координату по у, чтобы подставив эту координату в это уравнение, я бы получал тригонометрическую единицу. Смотрите, если я сделаю корень из 2 третьих, то он возведется в квадрат, сократится с тремя вторыми, и у меня будет, как и прежде, 10 косинус квадрат плюс 10 синус квадрат равно 100. Естественно, то же самое нужно сделать и для координат Луны тоже. И теперь у нас все движется по некоторому эллипсу. Ну и чтобы добавить еще больше правдоподобности, мы этот эллипс должны сместить немножечко вправо, потому что на самом деле Солнце не находится в центре орбиты Земли, оно находится близко к одному из фокусов. Поэтому эллипс мы сдвигаем на π пополам, делаем это вот так, и к абсцессе каждой из точек тоже прибавляем π пополам. Сюда и сюда. И теперь мы получаем вот такую вот интересную анимацию. Можно совсем убрать оси и добавить изображение Солнца. В Desmos есть такая функция, как добавление изображений. Сделаем Солнце чуть поменьше. И для пущей правдоподобности, пожалуй, стоит сделать так, чтобы у нас Луна все-таки была белого цвета. И мы получаем вот такую вот замечательную анимацию. Кто-то, возможно, спросит, какое это отношение имеет к подготовке к ЕГЭ, ведь мой канал называется ЕГЭ без боли. Но на самом деле понимание именно вот таких вот вещей, именно таких движений в зависимости от параметра позволяет вам в целом прокачать свое понимание динамики задач с параметром. Поэтому делать такие вещи очень полезно. Поэтому таким именно вещам я учу в своем курсе. Напоминаю, курс по основам Desmos'а доступен на степике с максимальной скидкой 83% по промокоду. Ссылка в описании. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи на следующих видео. Как говорят у нас в Мексике, Auf Wiedersehen. Продолжение следует...